В Лабытнанге уже не первый год на страже интересов потребителей стоит общественный контроль народного контроля. В основном контролеры реагируют на жалобы покупателей. А в торговых точках их интересует срок годности реализуемого товара и его упаковка, а также отношение к покупателям со стороны продавцов. Валерия Вартованян продолжит тему. Регулярно в рамках проекта «Народный контроль» проводятся рейды по торговым точкам на наличие просроченных продуктов и других нарушений прав потребителей. В этот раз народные контролеры включили в свой список и плановую проверку соблюдения правил пожарной безопасности в универсаме Ширин и мини-маркете «Кубань». Универсам Ширин порадовал образцовым соблюдением прав потребителей и правил пожарной безопасности. Торговый зал универсама оказался оснащён огнетушителями, пожарными выходами, их световой индикацией и планом эвакуации. В связи с тем, что не так давно было в Кемеровской области, тут же была проведена нами проверка по нашему торговому центру, выявлены недочёты и все недочёты были устранены. У нас были проверки сотрудниками пожарной охраны и все у нас сотрудники проинструктированы. Однако в мини-маркете «Кубань» в результате проверки были выявлены незначительные нарушения правил пожарной безопасности, в частности, отсутствие плана эвакуации и световой индикации одного из выходов. Почему не освещен выход? Вот здесь, например, у вас лампочка есть, освещена, всё, а там на выходе нету её. Директор мини-маркета Геннадий Кухарук согласился с высказанными замечаниями и пообещал устранить нарушения в кратчайшие сроки. Недочёты, они были и будут, наверное, всегда. Мы стараемся их минимизировать. А по поводу пожарной безопасности, да, мы учтём, что надо табличку выход повесить. В результате очередной плановой проверки торговых центров члены рабочей группы «Народный контроль» в целом отметили соблюдение правил пожарной безопасности и прав потребителей. Те центры, которые попали сегодня у нас во внимание, в принципе, как бы нареканий особых нет. Единственное мелкие замечания, которые через день будут проверены и устранено ли в торговом центре Кубань, есть ли схема эвакуации на сегодняшний день, потому что на момент проверки она отсутствовала. В принципе, так привлеканий нет. В случае, если вы столкнулись с нарушением прав потребителей, следует отправить жалобу в Роспотребнадзор, прилагая сведения об индивидуальном предпринимателе, фотографии нарушений и чек в случае покупки. Будьте внимательны при выборе торговых точек. Валерия Вартиванян, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова